Господа, снова говорю вам привет И у меня уже намечался был обзор на смартфон OnePlus 5T Но что-то пошло не так Я просто сразу в начале видео хочу заявить, что я изрядно лоханулся Да, можно сказать, я полный лох Сам признаю, что так оказалось Хотя на самом деле продавец тоже оказался лохом Итак, начнем с захватывающей истории, как же я так лоханулся Увидел в интернете на торговой площадке у нас в Финляндии Продается смартфон, при том недалеко от моего места работы Ну, заявлена цена 120 евро, OnePlus 5 Ну, думаю, за такие деньги все-таки неплохой смартфон Звоню, говорит мужик дочери, купил недавно очередной смартфон А он ей чем-то просто не понравился И теперь он его продает Еду по адресу, времени у меня вообще мало, сам спешу Звоню человеку, он живет в приличном доме на берегу реки Вышел сам на улицу То-то я думаю, так дешево люди, кто обычно так живет Вообще иногда просто новые вещи бесплатно отдают Ну, типа просто не понравилось За 120 евро OnePlus 5 трудно найти Смотрю коробку, он говорит, проверь, открой Но я спешу, проверил и то, что, ну да, вот сам смартфон лежит в лотке Экран не разбитый, даже не стал доставать Зато я заметил так, что написано на коробке не OnePlus 5, а OnePlus 5T аж Ну, думаю, вообще удача просто Сразу отдал деньги и поехал, ибо я же спешу Приехал домой, открываю коробку Смотрю внешне, вот так вот И начинаю тупить, потому что я перевернул смартфон И вдруг вижу, опс Huawei логотип Вот это, думаю, вот это что ж такое Неужели меня так надули? Да и спереди ведь тоже Huawei Как я мог так не заметить? Включаю, захожу в настройки Ба, да это же Huawei Mate 10 Lite Офигеть просто Купил я OnePlus 5T, а тут ровно в таком же лотке лежит совершенно другой смартфон Вот именно, один в один лоток, все подходит Ну, звоню тому мужику, говорю, что за подстава Он тоже тупит, но, говорит, сейчас дочери позвоню Думаю, нифига себе меня обманули, мягко сказать Наверное, придуманная история Смотрю в панике коробку Ну, то есть, смотрю, что у нас здесь А там вообще другая комплектация Зарядник не тот, да мало что не тот Тут даже не один, а два зарядника Этот вообще от Samsung какого-то Вот Еще и Apple-овская тут зарядка оказалась То есть, вот, смотрите Кабель также не тот Но доставать сейчас не вижу смысла Единственное, что здесь от OnePlus 5T Это вот инструкция Лоток, ну, коробка получается Вот Мужик звонит мне через пару минут и говорит Ой, говорит, у нас действительно проблемы Мы тебе не то продали Оказалось, дочка получила в подарок OnePlus 5T Взяла его себе Коробка не нужна Она туда старый Huawei положила Зарядка вообще от Samsung попала А Mate 10 Lite ровно в лоток оказалось подошел Ну, она как бы решила, что папа продаст Просто она забыла ему просто сказать Что это старый смартфон Продай его Ну, вот Сразу так и не заметил Я пока логотип не увидел Хотя он спереди Вот можно же было рассмотреть Если бы приглядеться А я просто поставил экран целый Вот Ну, в общем, я лох Ну, мужик нормальный Говорит, извини Товар он возьмет обратно Тоже понял, что Только теперь он сам понял Что дочка Старый смартфон ему отдала А не новый Тоже оказался лохом Что не посмотрел, что продает Ну, на завтра договорились Что он сам меня встретит И вернет деньги За этот смартфон Я ему верну смартфон А пока сделаем на него обзор Раз уж он у меня Распаковки, естественно, не будет Ибо тут у нас и так каламбур Зарядка не та Коробка не та Вообще все не то Сам Huawei Mate 10 Lite Был опубликован еще в 2017 году В октябре Но он у нас до сих пор продается Цены от 200 до 250 евро Видим безрамочный дизайн Который тогда только появился Соотношение сторон экрана Два к одному Весьма удачный внешний вид То есть он так выглядит стильно Не сильно бросается в глаза Ну, достаточно солидно так Отлично лежит в руке Углы закруглены Задняя часть из алюминия Тут у нас получается Качелька громкости Вот он находится Ну и кнопка включения-выключения Давайте сейчас попробую так вот показать Тут у нас разговорный динамик Снизу у нас один громкоговоритель Вот видно Затем разъем microUSB Хотя по идее надо было уже ставить Type-C Ну, то есть старый microUSB разъем Ну и здесь у нас не слишком удачно Разъем для наушников То есть не знаю, почему его так снизу расположили в уголке Сзади у нас две камеры К ним еще вернемся Также сзади у нас сканер отпечатков пальцев Ну и спереди у нас также две камеры Фронталки Вот, эдакий четырехглазый смартфон Тетрациклоп вообще Весом смартфон, кстати, 164 грамма И толщина корпуса 7,5 миллиметра Но камеры немножко вот задние выпирают над корпусом Давайте его включим Нажмем кнопку Экран тут размером 5,9 дюйма Full HD А именно 1000 Точнее не Full HD, а Full HD Plus А именно 1080 на 2160 пикселей Углы обзора неплохие Но это не AMOLED Поэтому цвета не такие сочные Вот, но углы обзора мне хватает По крайней мере Яркости хватит также даже в солнечный день Есть автоподстройка яркости Она вроде работает достаточно успешно Вот, еще раз покажу углы обзора Ну, по крайней мере, меня все устраивает Вот В начинке у нас восьмиядерный процессор От Huawei Kirin 659 Четыре ядра с базовой частотой 2,36 ГГц И еще четыре ядра 1,7 ГГц В качестве графической подсистемы У нас тут выступает Malay T830 Оперативной памяти тут 4 ГБ И 64 ГБ встроенной флеш-памяти Из которых пользователю доступно Около 50 ГБ Можно поставить еще microSD карточку Аж до 256 ГБ Но, увы, тогда второй слот NanoSIM уже не удастся использовать Тут у нас именно гибридный вариант лотка Не буду его доставать То есть, либо две NanoSIM Либо NanoSIM Плюс microSD Так, коробку-то вообще Можно отложить в сторонку Давайте посмотрим на результаты тестов Раз уж говорим про начинку Производительность и так далее Вот у нас результаты Бенчмарка Antutu Ну, около 90 тысячи попугаев Ну, и также результаты 3D Mark Так, ну вот Так, так, так Результаты Ну, получается в Slideshot Extreme Около 330 баллов Относительно так неплохо Входим в тысячу лучших смартфонов Ну, в принципе, да В принципе, этого будет хватать Ну, можно даже По идее Поиграть, конечно На данном смартфоне Результаты пусть и не супер Но для среднего сегмента Это окей То есть, иногда можно поиграть Я скажу так Из подключений нам доступны Естественно GSM 3G 4G Wi-Fi Bluetooth 4.2 Но, кстати, нет поддержки NFC Не знаю, с чем это связано Есть навигация GPS Плюс GLONASS Плюс BDS Есть FM-приемник Аккумулятор у нас встроенный На 3340 мАч По крайней мере Я протестировать сейчас Работу его полностью не могу Ибо смартфон я скоро верну Но, так я посмотрел Разряжается он достаточно медленно То есть, в принципе, на сутки Активного пользования должно хватить Штатным зарядникам сказано Что он должен заряжаться За менее чем 3 часа Для защиты персональных данных У нас тут есть сканер отпечатков Как я говорил Он у нас сзади Под камерами Сам по себе срабатывает Очень быстро Вот, смотрите Я подношу палец Очень быстро и четко срабатывает Можно настроить Так же его, как джойстик Чтобы он работал Ну, а теперь Самое главное в этом смартфоне Это его камеры Ибо у нас тут сзади Две камеры Основная 16 мегапикселей И дополнительная Вспомогательная 2 мегапикселя Для эффекта боке В целом Качество при хорошем освещении Лучше среднего Но уже в сумерках Начинается каша Ну, естественно Примеры снимков будут Так Ну, посмотрите То есть Несколько снимков я сделал Так Есть режим ручной настройки Фокуса И так далее То есть Можно настроить под себя Светодиодная вспышка Здесь Вот она Над камерами Она такая Небольшая Умеренная Если делать фото в помещении Ее хватит Но На улице уже Ее не хватает Фронталочка у нас здесь 13 мегапикселей Дополнительная камера Также здесь присутствует 2 мегапикселя В целом Любителям селфи Должно понравиться Портретный режим съемки При помощи дополнительных камер Работает удачно Но только в условиях Хорошей освещенности Вот Видео Обеими камерами Можно снимать Только Full HD Нет режима 4K Кстати Качество видео Ну, честно говоря Так себе Для такого-то смартфона Качество звука В динамике Тоже так себе Средненькое Громкости не хватает Но я имею ввиду Динамик Который внизу Хотя сам звук четкий Лучше вообще Если слушать музыку То в наушниках Пара слов Про операционные системы Изначально У нас тут был Android 7.0 Давайте Так зайдем в настройки С фирменной оболочкой Естественно От компании Huawei Но потом Вот он обновился До восьмерки То есть Можно посмотреть Сейчас последняя версия 8.0.0 Это уже хорошо Ибо Я помню Как Huawei частенько Кидала На произвол Судьбы своих поклонников Просто не выпускала Обновления Здесь обновления Есть Поэтому это уже хорошо Ну и напоследок Выводы Кратко К плюсам Я отнесу Дизайн этого смартфона Достаточно хорошая сборка То есть Ничего не люфтит Очень быстрый сканер Современный дисплей Много камер И в целом Для своего сегмента Ну Нормальная производительность То есть Не то что она Какая-то суперская Ну Подойдет еще И много памяти То есть У нас 64 гигабайта Флеш памяти И 4 гигабайта Оперативной памяти Я считаю Это Большим плюсом В таком Среднем сегменте К минусам Я отнесу Отсутствие NFC Старый Микро USB Разъем Нет защиты От влаги От пыли Ну то есть Как бы IP Там какой-нибудь Там 67 даже нету Вот Ну и так же Качество видео Да и кстати Фото Тоже в сумерках Так себе Несмотря на то Что у нас все-таки 4H камеры Для тех Кому нужен Портретный режим Много камер Кто хочет Смартфон без рамок Выглядеть стильно Даже в среднем Ценовом сегменте То можно рекомендовать Таким людям Такой смартфон До сих пор Я говорю Продается на многих рынках Но Тогда придется Закрыть глаза На некоторые его минусы На самом деле За 200 евро Можно найти И более Производительные варианты Если вам Хочется Играть в игры То есть Я как бы Не рассматривал бы Этот смартфон Именно для игр Жаль конечно Что это оказался Не OnePlus 5T Вот это была бы Бомба за 120 евро Ну то есть Естественно Сейчас этот смартфон У меня Завтра вернется К предыдущему владельцу Может быть Конечно Может быть Сторгуемся Если он там Предложит мне его Там за пол цены Я может даже Куплю его у него Именно вот этот Сам смартфон Но изначально Мы договорились Уже о том Что встреча И возврат денег И телефона На этом говорю вам Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ну пожалуйста Не пишите Что я так лоханулся Там Не пишите Не злорадствуйте Как говорится С каждым С каждым Может случиться Такое Всем спасибо До новых встреч Всем пока Пока